А здесь у нас Ренан Барао, Андре Эвелл. Ренан Барао, бывший чемпион организации UFC, сейчас, мягко говоря, он далеко не самые лучшие времена показывает, переживает, далеко не самые лучшие выступления показывает. Ему сейчас 31 год, и после того, как он поднялся в весе, то есть после своего поражения Ти-Джей Дилашоу, второго поражения, у него тоже не задалось в новом весе, мягко говоря. И он проиграл Джереми Стивенцу, затем он сумел одержать победу все-таки над Филиппин Овером, и сейчас опять стрик из двух поражений подряд, единогласным решением Алджаману Стерлингу проиграл и Брайану Келлахеру. Ну, не знаю, как бы, достаточно серьезно уже Барао сдал позиции, в стойке просто показывает, ну, мягко говоря, плохие выступления, его перебивают, переигрывают. И, по большому счету, он остается некоторой надеждой на борьбу, потому что бороться он умеет, и в том числе, ну, достаточно опасен в партере. Его соперник Андре Эвелл – это боец, который дебютирует в организации UFC, до этого он выступал в различных сторонних промоушенах, и я обращу внимание, что, ну, в достаточно неплохих промоушенах. Это King of the Cage, это LFA, и вот крайний бой он провел в организации KES, где он сумел выиграть чемпионский пояс против Дениса Паивы, поймав того на дартс-чок. Вообще, Эвелл достаточно неплохо себя чувствует в стойке, и в основном именно в стойке проводит свои бои. Ну, хотя, опять же, если брать уровень его позиции, ну, здесь буквально несколько имен все-таки можно выделить. Я не скажу, что у него прям вообще была плохая позиция. И на первый взгляд, как мне кажется, в стойке он все-таки должен превосходить Ренна Барао, которому, наверное, ну, как я и сказал, стоит здесь все-таки на борьбу делать упор. Барао, кстати, идет небольшим фаворитом за 1,74, дебютант Эвелл идет за 2,15. Здравствуйте, Андрюх, что думаешь по такому бою? Мне кажется, то, что Барао сейчас переживает ту же ситуацию, которую переживал Джонни Хендрикс, когда он начинает метаться по весовым, туда-сюда, он не знает, что делать в своей карьере. Казалось бы, некогда бывший чемпион, непобедимый, которого Дана Вайт называла паунд-фаунд номер один. И сейчас вот он находится в такой позиции, что он выхватывает буквально от всех стойки, его кардио на полраунда также не вызывает никаких надежд. И что-то мне подсказывает, что Андрей Ивелл с его ударной техникой, если он сможет защищаться от борьбы, запросто напиздячит Ренену Барао так, что он не доживет до решения. Знаешь, достаточно жестко, но я просто вынужден с тобой согласиться. Ну, мне кажется, здесь, мягко говоря, не особо коэффициенты правильно расставлены. Я бы здесь все-таки Ивеллу отдал преимущество, несмотря на то, что он только дебютирует. Ну, посмотрим, посмотрим, что они покажут. И перейдем к следующему бою. Сэм Алви, Антонио Роджерио Нагейра. Тоже, опять же, бой, конечно, такой себе здесь. Но, что имеем, то имеем. Сэм Алви, ему сейчас 32 года. И сейчас он решил повыступать немножко в полутяжелом весе. Ну, я напомню, что он уже, получается, два боя в нем провел. И в обоих этих боях он одержал победу. Он выиграл Марчина Прачнева. Нокаутировал того в конце первого раунда. Причем очень жестко нокаутировал. И сплитом выиграл в крайнем бою Джена Виланта. Это, кстати, было не так и давно, в июне. Ну, собственно, мы прекрасно знаем, что из себя представляет Сэм Алви. Далеко не самый зрелищный боец. Предпочитает биться в стойке. Но удар у него очень тяжелый. И, ну, что делает его, собственно, достаточно опасным. Антонио Роджерио Нагейра. Ну, это, это понятное дело, ветеран. Просто легенда. Ему сейчас 42 года. Он все-таки продолжает свои выступления. Обращу внимание, что крайний свой бой он провел в ноябре 2016 года. И вот сейчас, получается, он возвращается после практически двухлетнего простоя. Он уже должен был вернуться в 2017 году летом. Но тогда, к сожалению, он получил травму и не смог выступить против Элира Латифи. Затем травму он залечил. Он должен был выступить в конце 2017 года против Джареда Канонера. И, к сожалению, был отстранен Юсадой. Ну, вроде как, сейчас проблемы решены. И, наконец-то, он возвращается в октагон. Здесь мы видим Сэм Алви. Опять же, достаточно крупным фаворитом. За 1,31. 42-летнего ветерана Нагейру за 3,6. Андрюх, что думаешь по вот такому отбою? На самом деле, сложно сказать, в какой актуальной форме находится Антонио Рожерио. Поскольку Юсада, все дела. И даже несмотря на то, что многих спортсменов как бы оправдывают. Но после этого они возвращаются уже совсем не теми спортсменами, которыми были ранее. Как бы совсем не та форма. И навыки. Плюс, как ты уже сказал, Нагерри 72 года. И выглядит он достаточно поношенно уже для бойца ММА. Но не стоит себя обманывать. Он вполне себе неплох. Еще был, во всяком случае, до отстранения. У него очень хороший бокс. У него прекрасные руки. Да, есть некоторые пробелы в партере. За счет чего борцы, вроде Райана Бейдера, могут его переводить и забивать. Но вот в стойке. В стойке он, по-прежнему, я думаю, хорош. Поскольку не так много времени прошло. И, во всяком случае, ударную технику он вряд ли растерял. Посему, вижу коэффициенты немножко неоправданными здесь. И, несмотря на разницу в возрасте и потасканность Антонио Рожерио, в принципе, я думаю, он сможет достаточно неплохо себя проявить. Он действует активнее, нежели Сэмалви. Сэмалви это в основном в атакат. Если он не может нокаутировать оппонента, то, как правило, его бои затягиваются до близкого решения. Возможно, и раздельного. В этом случае, я думаю, то, что у Нагиры хорошие шансы перестрелять его и забрать решение в свою уже пользу. Ну, я как бы все-таки здесь к Сэмуалви склоняюсь. Но я с тобой согласен, что коэффициенты достаточно здесь неправильно расставлены все-таки. Я думаю, что здесь бой будет ближе, чем это видят букмекеры. Ну, и плюс, опять же, бой в Бразилии. Я полагаю, что если все-таки он дойдет до решения, ну, и, как ты правильно сказал, Сэмалви любит по ватакате, если все-таки решение будет близкое, то, я полагаю, что у Нагиры здесь будут шансы. Но все-таки склоняюсь к Сэмуалви. Посмотрим, что покажут, ребята. И посмотрим, каким вернется Нагиры. Сэмуалви. Сэмуалви. Продолжение следует...